Добрый вечер, дорогие телезрители! О том, что это за документ, и максимально не принижая ее значения, все-таки это глобальный документ, над которым работало огромное количество людей, мы хотели бы рассказать о ее положениях, более доступном языку. Мы начинаем. Документы. Было 16 официальных площадок, и кроме этого, люди сами там собирались и вносили свои предложения, обсуждали эту стратегию, нас приглашали практически на все общественные обсуждения. За месяц этот был процесс активный, за этот период поступило более тысячи предложений и замечаний к проекту стратегии. Участвовало в этом обсуждении 2300 человек, ну это округленные цифры. Хватило общественное обсуждение все муниципальные образования, во всех муниципальных образованиях тоже муниципалитеты провели это обсуждение и внесли, соответственно, свои предложения и коррективы. Вот мы со Славой только что заметили, что документ постоянно модерируется, то есть по итогам вот этих обсуждений он постоянно меняется, какие-то изменения они приносятся. Конечно, потому что мы относимся к стратегии как к живому документу, да, этот документ не такой вот железный, мы, значит, вначале... Это не императив? Это не императив, ну пока не императив, пока он не примет форму закона, да. В соответствии с законом о стратегическом планировании субъекты Российской Федерации принимают свои региональные стратегии в форме закона. Мы у себя приняли такое положение. Это может быть либо утверждение высшим должностным лицом главы республики, либо в формате закона. Мы решили, что все-таки это будет правильнее, потому что все-таки депутаты это представители народа, и они представляют интересы всего населения, да, и будет это правильно, когда долгосрочный документ все-таки будет утвержден именно законом республики. Сейчас, когда происходит обсуждение, надо сказать, что проект стратегии разрабатывался проектным офисом, и при этом нужно до сих пор, наверное, дать понять, что это не официальный документ правительства, да. Это вот новая форма разработки документов, новых программ в формате проектного управления в том, что занимается разработкой не только специалисты министерств, да, и не так, что вот подписывает министр и говорит, это мой такой раздел будет в этой стратегии, да, и все. Нет, участвуют все, участвует общественность, наука, у нас в проектном офисе было 150 человек, и участвуют представители организации, да, и даже вот то, что руководитель про разработки непосредственно этого проекта, это первый заместитель министра, да, не является членом правительства, да, это говорит о таком неком свободном формате этого документа. Но это часть какого-то некого федерального проекта, да, то есть там же три уровня можно, в принципе, различить, федеральный, региональный и муниципальный, да, или это не относится все-таки? Три части, это вы, наверное, больше говорите о том, что уровни стратегического планирования, да, есть федеральный уровень стратегического планирования, региональный и муниципальный, да. Сейчас муниципалитетам дали право выбирать. Они разрабатывают стратегии на очень длительный период, либо они разрабатывают программы социально-экономического развития. Чем стратегия отличается от программы? Это сроком, во-первых, долгосрочная стратегия до 30 лет. Для некоторых муниципальных образований не совсем этот срок видится, потому что муниципальные образования могут быть и в формате поселений. А программа, это детальная программа на 3-4 года, то, что можно сегодня-завтра ощутить и разработать. А вообще, благодарно ли это дело? Мы видим, конечно, 20-50, аж не 20-30, а 20-50. Вообще, столь долгосрочное планирование, столь долгосрочный, скажем, углубленный взгляд, он вообще, насколько вяжется с таким подходом? С более-менее реалистичным, скажем. Инопланетяне, в конце концов, могут напасть? От крупнотоннажного производства к мелкосерийным и более уникальным товарам. И здесь мы должны были, учитывая, что наша экономика все-таки опирается на добычу полезных ископаемых, определить для себя, все-таки ставка-то через 35 лет будет делаться на добычу алмазов, золота, железной руды и угля, или все-таки на новые технологии, да, либо на креативную экономику и вот на какие-то вот такие вещи, которые сейчас еще не осязаемы и которых мы еще пока боимся, да. Вот в проекте стратегии мы предполагаем, что сейчас это, да, это добывающие отрасли, которых нужно встраивать в цепочки технологические, да, и создавать переработку. Но в то же время эти добывающие отрасли должны создавать нам возможность развивать некий сервис вокруг этих добывающих отраслей, это транспортная, там, инфраструктура, логистика, да, услуги, которые оказывали бы наше место и предприятие. И создавали бы спрос на продукцию более высокотехнологичную, в которой мы можем здесь удовлетворить этот спрос у нас всегда внутри, внутренне, да. Это все-таки продукция, учитывая, что в добычу промышленных, в добычу полезных ископаемых постепенно будут входить и роботы, да, коботы. Это сейчас уже в, допустим, в Северной Америке очень развито, да, при, ну, в основном сейчас это в автомобильной промышленности, но в добычу полезных ископаемых, это тоже тенденция видна. Соответственно, мы тоже можем что-то предложить, мы можем предлагать технологии для, может быть, не такие пионерные, но для именно условий севера, да, вот в наших климатических условиях. Поэтому тут холод тоже должен заиграть. Холод тоже должен заиграть. Ну, когда только началось обсуждение данного документа? Я уже это помню, да? Да. Вот на самом деле 2030 и 2050, да, вот мы когда разрабатывали молодежную стратегию, мы на самом деле поняли, 2030 это тот год, то время, когда мы будем жить, да, а 2050 это будут жить наши дети. Мне кажется, все очень просто. На два поколения вперед. Да, на два поколения вперед. На два поколения. Ну, я, может, не сказала, да. Мы можем сделать, чтобы наши дети жили в лучшем регионе, в лучших условиях. Ну, да, у нас вот стратегия, она вот получилась на целевое введение, да, мы увидели, что будет в 50-м году и построили уже более, и начали к этому готовиться сейчас и поставили задачи к 30-му году. Если мы не увидим, что будет в 50-му году, какие задачи мы можем поставить сейчас в 30-му, мы просто не успеем измениться. Ну, давайте мы немножко откатимся по времени назад, вот, коллега по Общественному совету Министерства промышленности. 20-20 был документ, да, по которому вот развитие вот этих тяжелой промышленности, добывающей, вернее, промышленности, она как бы основной задачей ставилась. В принципе, у вас 20-30 тоже в Общественной палате прошло обсуждение, и как коррелируется вот выполнение 20-20 и видение на 20-30? Ну, на мой взгляд, вообще стратегия, которая сейчас вот, ну, как бы, находится обсуждение, она более широкая, ну, охватывает все сферы жизнедеятельности вообще республики, да. Вот 20-20, она была, как бы, наточена на серьезные крупные проекты, да, крупные проекты, действительно, если бы в это время мы полностью бы реализовали этот проект, это был бы вообще серьезным шагом, как бы, в развитии вообще Дальнего Востока и Северии, да? Вот. Ну, вот то, что, конечно, стратегия, это хорошо, вот попытка взглянуть на будущее, это в этом плане, этим необходимо, это заниматься надо. И, конечно, в какой-то степени вот то, что молодежь там фантазирует, это тоже неплохо, в принципе, да. Мы, когда обсуждали, исходили из того, что у нас сегодня есть, да, и ближайшие, ну, до 20-го года, скажем, это, в принципе, прогнозируемые возможности есть, а вот дальше до 50-ти лет, это до 50-ти лет, ну, это там уже можно предполагать. Так что, вот, концепция самого стратегии очень нормально, в принципе, выстроена, так? Хотя, есть много там нюансов, которые нужно, конечно, в ходе обсуждения это внести, и, ну, собственно, для этого и проводится обсуждение. Ну, а такой практический взгляд просто, вот, Майя Андреевна, все-таки та лирика, которая, вот, проекту присуща, да, все-таки, вот, Михаил Григорьев, человек, вроде бы, якутянин, но живущий где-то там, то в Сочи живет, то в Паттайе живет, да, вот, та лирика, она присуща всем, любой стране, ты говоришь Австралии, там, Германии и так далее, и так далее, то есть, это, в принципе, подчеркивает еще раз глобальность, в принципе, документа, то есть, Якутия уже не как обособленный регион какой-то земного шарика, который находится на расстоянии Луны, это вполне такая осязаемая часть земного шара, ну, твое видение, вот, немножко. А я даже больше скажу, ну, во-первых, Дима, спасибо, что пригласил, да, сюда, я здесь впервые, не так часто появляюсь в Якутске, как бы этого не хотел, да, я сразу хочу обозначить свое отношение к документу, это серьезный документ, это труд, большой труд, то есть, занималось этим очень много, я так понимаю, не самых, ну, как сказать, даже не так, скажем так, я к нему отнесся, я буквально сегодня, да, попытался, значит, посмотрел короткую презентацию, я к нему отнесся, как к философскому трактату, да, то есть, это модель идеального общества, то есть, оно есть, оно должно быть, оно прекрасно, я бы, допустим, принял этот документ, вот, хоть сейчас, то есть, он нужен, пусть даже в этом виде, там, какие-то шероховатости, да, но это уже дело частное, его принять можно уже сейчас. Другое дело, что я, как человек достаточно прагматичный, у меня первый вопрос по реализации, как это будет выглядеть, то есть, допустим, я вот скажу, там свои 40, ну, 40, ладно, у меня есть, в свои 50 лет я буду высокий, широкоплечий, ну, там, не знаю, голубоглазый блондин, да, то есть, это надо как-то выполнить, потому что вот эта вот модель, которая есть, человек, экономика, бизнес, это все прекрасно и хорошо, это применимо к любому региону, к любой стране. Другое дело, как этого достичь? И вот, я так понимаю, что мы сейчас пытаемся вовлечь вот этот вот философский трактат в какие-то более осязаемые какие-то вещи, да? Ну да, все-таки во главу угла в данном документе все-таки поставлен человек, ценности, которые присущи человеку, это более социализированный такой документ, не такой, можно сказать, ну, немножко бездушный, как 2020, да, глобальные, там, мегапроекты и так далее, и так далее. Все-таки больше ближе, и здравоохранение, и образование, и комфортная среда, и условия, создание условий. Вот во втором блоке мы обязательно коснемся того, как, допустим, потому что во вчерашней пресс-конференции прозвучало, что у нас довольно хорошие макропоказатели, да, по экономике угловой. Так что давайте мы во втором блоке вернемся к более таким практичным шагам по реализации данного документа немножко, ну, по крайней мере, видению. Увидимся прямо сейчас. И, как всегда, у нас в рекламные перерывы наиболее такое оживленное обсуждение происходит, поскольку оно неофициальное, так далее, ну, все, давайте попробуем продолжить на камеру. Мы остановились на том, что, как сделать, вернее, в чем будут заключаться практические механизмы реализации вот этих положений, которые, ну, сами по себе просто божественны, как говорят. Это ко мне вопрос, да? Нет, мы же стратегии, вот есть стратегии, которые составляют более 400 страниц, они более детальные, да, есть стратегии, которые пишутся на уровне, ну, концепции, да, там, 20 страниц. Это региональные стратегии, есть такие, вот такой есть разброс между ними. Мы постарались нашей стратегии уже сейчас определить, какие механизмы будут заложены, да, для того, чтобы достичь, там, тех же, ну, вот самая абсурдная, ну, не абсурдная, вот такая амбициозная задача, это благоустроить все сельские населенные пункты, да, увеличить. Сейчас это составляет 3% уровень благоустройства в сельской местности, да, всеми видами, включая, там, чистую воду и все на свете, подключение к централизованному отоплению, а к 30-му году мы планируем увеличить это до 70%, разрыв колоссальный, да, за счет чего нас все спрашивают. Мы посчитали ежегодно для того, чтобы достичь эту цель, нужно из нашего бюджета выделять, ну, понятно, никто сильно из инвесторов не заинтересован в том, чтобы подключать наши сельские наслега к централизованному отоплению, да, это не коммерческий проект, но в нем тоже можно найти коммерческую жилку, тоже можно на основе концессии, в принципе, строить котельные. Но даже если взять это все на бюджет, это дополнительно 5 миллиардов рублей ежегодно. Она не такая неподъемная сумма по сравнению с тем, что, допустим, 20 миллиардов рублей мы ежегодно тратим на субсидии, вот на возмещение разницы в тарифах на коммунальные услуги. Поэтому практически вот я показываю, именно иллюстрирую на одной цели, которая кажется всем очень амбициозной. Это реально просчитанная цель и она может быть достигнута. И то, что она реально, можно спокойно абсолютно убедиться, съездив в заречные наслега Намского улуса, да. В заречные Намского? Да, 100% подключение к центральному отоплению, Миша, ни одной печной, дыма, вернее, от печной трубы зимой 60 градусов, да, не знаю, теплые туалеты везде, да. А сколько там хозяев из республики китайской народной? Я не думаю, что в заречных наслегах Намского улуса хотя бы один китаец, если он не этнический китаец, который там Василий Лисицин и так далее, да, он проживает. То есть, вот насчет инвестиций еще, ты хотел вот перейти, да. Вчера также, опять же, в пресс-конференции было упомянуто, что у республики, как у небольшого количества регионов России, есть собственный инвестиционный рейтинг, да. Ну, рейтинги разные бывают, есть рейтинг, допустим, который эксперт РАДА, например, публикует, есть рейтинги, которые выдаются нашим государственным облигациям, да, это рейтинги международных агентств типа Мудис, Стендартенфурс, да. А есть рейтинг инвестиционный, может быть, это упоминалось, по созданию благоприятного инвестиционного климата, ну, вот, то, что касается инвестиционных рейтингов, вот, что имеется в виду? Ну, я понимаю, что звучат опасения, что могут в качестве инвесторов прийти и представители Поднебесной и так далее, ну, с которыми, видимо, в Юго-Восточной Азии какие-то проблемы, да. А как там поддерживают бизнес? Вот давай к этому немножко, вот поскольку-то... Ну, я скажу так, да, для того, чтобы привлекать инвестиции, чтобы люди пришли и вкладывали в какой-то бизнес, нужно, в первую очередь, понятное всем правило игры, то есть не нужно ничего усложнять, да, то есть не нужно где-то изобретать велосипед, нужно, чтобы тебе люди верили, они пришли и это все сделали. Я говорю, как человек, который вложил определенную сумму денег, вот, как ты говоришь, в Юго-Восточной Азии, это мой любимый Таиланд, когда мы поехали туда в 2009 году... Нет, чтобы дома вложить, да? Нет, я поехал туда в 2009 году, я же тогда говорил еще, да, что все-таки романтизм определенный мне в голове имеется, вот, я вот с целью как раз парусным спортом я занимаюсь, вот, я поехал туда вот по части покупки яхты. Вот, почему я вложил именно туда, да, потому что, давайте вот такой пример приведу, мы купили там гостиничку, ну, небольшой бизнес, там барчик есть и все такое. Сколько это стоит? Налоги составляют, вернее, там не налоги, а патентная система, он стоит 7500 рублей в год. То есть я его купил, я повесил его на стеночку, ко мне никто не придет, никто никогда не начнет меня душить. И это применимо к любому виду бизнеса. Если кто был в Таиланде, они видели, что есть... Сколько стоит патент? Якутский, сколько стоит патент на арендное жилье? Патент на что? На аренду, ну, на гостиничные те же услуги? Ну, как бы, гостиничные услуги. Я не знаю. Порядка 18, наверное. Вот примерно так. Примерно так. Ну, одно дело патент на ведение деятельности, а другое то, что ты платишь налоги. А я про патент. Да, это все, это все, то есть там и налоги, это все, что касается ведения вот этой экономической деятельности. То есть никто больше, да. То есть я заплатил, у меня работает бар, у меня работает интернет-кафе, у меня работают номера. Все. Соответственно, там из 10 человек 9 могут заниматься бизнесом. Причем эти правила не меняются уже много-много лет. Соответственно, там единственное, что цена может меняться на бензин. Вот сейчас вот нефть упала, допустим, там бензин, наверное, в 2 раза дешевле. Все. Соответственно, больше никаких перетурбаций ты не увидишь. Это вот самое главное, есть правила игры. Причем, ладно я, да, со своей там, ну там реально вкладывают. Но, Миша, при этом иностранцев заметно зажимают. Там зажимают их очень просто. Для того, чтобы оградить внутренний рынок от дешевой рабочей силы, иностранцам нельзя заниматься неквалифицированной работой. То есть строитель. Неквалифицирован. Да, да. Ну, имеется в виду там по строитель, таксист, официант, то есть такие, если ты иностранец, ты не имеешь права вообще там, то есть без исключений. Но деньги вкладывать ты можешь. Ты можешь взять, открыть ресторан, можешь построить гостиницу, можешь купить службу такси себе. Самое главное, что ты не имеешь права работать руками. Когда, при каких условиях, вот у нас, я буду радоваться, если у сына у нас тут урежут до 3%. Это вас не спасет. Вам все равно придется платить другие налоги. Другие налоги, соцвыплат эти, тем паче и так далее. Да, соцвыплаты. Да, вот эти самые пресловутые 36%. Все-таки, ну, индикаторов, наверное, на самом деле много. И одним из наиболее значимых, вот у нас, даешь миллионного жителя республики, да, как в стратегии прописана вот демографическая политика, которая позволит нам все-таки взаиметь миллионного жителя. Это ко всем вопросам. Ну, я начну, наверное. Это действительно очень важная задача. Она имеет, мне кажется, и психологическую составляющую, потому что мы... У нас миллион, да. Да, ну, где-то в тысяче, в начале 90-х годов у нас было миллион сто, если вы помните. В 1984-м итоги переписана. Да, потом, значит, с распадом Советского Союза, значит, резко миграционная составляющая увеличилась. И мы сегодня не можем перешагнуть, начиная, ну, скажем, у нас где-то на позиции 2000-го года, мы, здесь идет пробуксовка, как бы, не меняется существенно цифры. И это очень важная задача, и мне кажется, она вполне достижимая, потому что не хватает, ну, не так много. Там, там, совершенно, там, 40-50 тысяч и так далее. Это посильная вполне задача. И помимо этого, здесь есть еще экономические такие преференции, и с федерального центра и так далее. С того момента, как мы вышагнем миллион, мы почувствуем это просто. Мне кажется, это очень важная задача. И мне в стратегии понравилось еще и то, что в центре все-таки стратегии находится человек, а не экономика. Это очень важное отличие от прежних остальных стратегий, от схемы развития там производительных сил и так далее. Там все-таки больше внимания было уделено развитию отраслей экономики. Здесь же это человек, развитие человеческого капитала, это опережающее развитие социальных сфер. Потому что от этого очень сильно зависит вообще экономика. Мы, к сожалению, вот наши ведущие экономисты, специалисты по социальной политике, 20 лет пытаются доказать это, но, к сожалению... А когда мы все-таки ожидаем вот эту миллиону? Ну, первый этап, там, по 22-й год, по-моему, да? 22-й, это вот целевая задача, да? Но вот более-менее, ну, такие есть у нас реальные демографы, они говорят, что все-таки это 25-й год. 25-й год. Ну, вот в промежутке между 22-м и 25-м. Совсем недавно, вот в будущую профессию, да, вот молодой человек, студент моделировал вот это как раз достижение, как миллионное, сделал математическую, ну, вот эту формулу, да, рассчитал. Мы, говорит, только вот в том темпе, который у нас существует, мы, говорит, в 32-м году только можем достичь. Да, поэтому нужны активные меры, активные меры влияния. Нет, ну, темпы естественного роста у нас очень высокие. Мы, кстати, на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и на ведущих позициях вообще в России занимаем, там, иногда пятое, иногда седьмое место. Но у нас проблема в том, что убыль, миграционная убыль населения, она перекрывает вот как раз этот естественный прирост. И вот эту задачу надо решать, конечно. А для этого нужно создавать, да, пять с половиной тысяч, вот где-то 15-й год, для этого нужно создать благоприятные условия, прежде всего, для трудоспособного населения и активной части молодежи. Потому что они очень подвижны, они передвигаются туда, где лучше. Вот, пожалуйста, человек уехал. А если бы как-то он почувствовал здесь интерес, значит, открыл свое дело и получил все преференции, наверное, он бы никуда не уехал. Да у него 12 тут дел было. Ну, в этой связи вот эти блоки, да, восточный, южный, западный и арктический, да, наибольший отток вот этого населения идет из арктической зоны. Вот в этой связи, что предпринять, чтобы сохранить вот это? Ну, другого вопроса просто не ожидает. Ну, арктическая зона, это, кстати, отдельная очень большая тема, там и смертность достаточно высокая, и ряд других не очень хороших показателей. Но мне кажется, основное, все-таки основная часть там не такая уж подвижная, потому что и оленеводство, это, наверное, в большей части все-таки образ жизни, а не профессии. Они не могут его изменить. Поэтому сильно как бы драматизировать, может быть, не надо, а надо развивать, может быть, новые отрасли производства, привлекать туда людей и так далее. Вот, ну, как-то искать, вот как раз, чтобы холод заработал там тоже. Вот насчет работающего холода, у Алены был отдельный такой рекламный перерыв, очень хорошо мысль прозвучала. Ну, на самом деле, тут надо смотреть чуть шире, и существует огромное количество дополнительных индексов и метрик, которые очень важно рассматривать. Тут говорили действительно про человека, и то, что вокруг человека создается среда, и она формируется. И действительно важно, как мы будем оценивать, в том числе, комфортно ли человеку или некомфортно. Сейчас очень активно за рубежом развиваются разные индексы, связанные с счастьем, макросчастьем, и тем, как можно, в том числе, не только смотреть на показатели ВВП и ВРП, но и в том числе смотреть на связанные со средой, с комфортной средой, с благосостоянием, на качество жизни. Счастье и макросчастье, да? Да. Это очень субъективная вещь. Это как вот пресловутая степень, коэффициент, вернее, удовлетворенности медицинским обслуживаниям, к примеру. Нет, имеется в виду, что никто не говорит, что нужно отказываться от уже существующих макроэкономических показателей, они, безусловно, стоят в центре. Да нет, конечно, я по степени наполненности моего кармана, моего кошелька, по степени, скажем так, удобств, которые в моем жилище, да, по степени до градусов помещения. Вот вы говорите, работающий холод, я не хочу, чтобы в моем жилище было холодно. Пример. Про холодно ты не говорила. Да, я тут на самом деле не могу сказать. Да, я утрежу, конечно. Да, как человек, который третий раз приезжает в Якутию, я не могу сказать, что холод является очень сильным, таким, слабой стороной региона. Давайте мы сразу к холоду и другим показателям вернемся сразу после рекламной паузы. Реклама прямо сейчас. Да, опять рекламная пауза, и у нас все-таки паузы заполняются больше, чем эфир. На самом деле это неправильно, эфир должен больше заполняться. Надо их тоже снимать. Нежели, да. То есть надо было как плейбеком таким сделать. Еще раз, мы все-таки остановились на том, что человек, его комфорт, его среды, его, как вы говорите, даже счастье, да, какую-то субъективную такая категория, которая, ну, оказывается, есть измерители счастья. Просто путают микро-счастье и макро-счастье. А, да. И он еще градируется, да? Ну, пощупать это очень сложно. Пощупать, да. Тактильных нет таких вот вещей. Ну, нет, как вы сказали, можно там ложкой риса быть счастлив, да, при наличии. Все-таки отрадно, что в разработке принимало огромное количество вот молодых людей, да, представителей СУФУ по части вот развития IT и других. Я вот не зря допустил фразу, что ты способен конкурировать с ЭПЛ, да. Ну, хорошо. Руководитель Арктического инновационного центра. Вячеслав. Ну, по поводу Арктики, да, я бы сказал следующее, то, что осенью этого года я как раз защищал магистерскую диссертацию на тему внедрения мобильных технологий, то есть использования, эффективного использования мобильных технологий в арктических регионах нашей республики. И во время своего исследования я сделал такой небольшой опрос среди коренного, ну, не то чтобы коренного, а населения, которое там проживает. И выяснилось то, что практически у 90% моих респондентов, да, их все родители, семьи пользуются активно мобильными телефонами. То есть, соответственно, я... В Арктике? В Арктике. Я находился в другой стране, я спрашивал вопросы через WhatsApp, то есть они все активно участвовали и отвечали. И что я тут, какой вывод сделал, то что наше правительство, к сожалению, на мой взгляд, не очень хорошо использует этот инструмент, как инструмент именно приближения к обществу, которое живет в арктических регионах и не только, даже здесь в городе Якутске, да. И посредством мобильных технологий, допустим, поставлять какие-то, то есть услуги, правительственные услуги. То есть мы вот сейчас говорим об электронном правительстве, да. А вы не участвовали в проекте МФЦ по созданию мобильного приложения, мои документы? К сожалению, нет, но тут я имею в виду не о мобильном... Этот проект уже реализован. Да, не о мобильном приложении, поскольку интернет там в Арктике, то есть в арктических регионах очень слабый. Тут имеется в виду путем именно использования SMS-сообщений. То есть в центральных городах России, да, на западе эта практика очень широко используется. То есть посредством SMS... Это же позавчерашний день. Это не позавчерашний день, Дмитрий, мне кажется, это как раз и тот инструмент, который нужно правильно использовать, чтобы получать от этого выгоду. То есть таким образом можно получать огромное количество данных. Даже на SMS-ках можно зарабатывать? На SMS-ках возможно можно зарабатывать, да. Но я имею в виду то, что на SMS-ках можно получать данные, которые ты не можешь получить другим... Но он правильно, он говорит об информации, информировании. Есть же вот полностью кочевая страна, такая как Монголия, кстати. И там очень это развито. Там практически у всех не один телефон, несколько и планшеты и так далее. Там, казалось бы, он кочевник, вот там пасет верблюдов и так далее, но он очень привязан, и он в курсе всего. Его спросишь, он знает, что сегодня произошло, завтра и так далее. Вот об этом, наверное, он хотел сказать. Да, к примеру, допустим, очень простой пример, скажем, чтобы сообщить или узнать какие-то данные о надвигающейся чрезвычайной ситуации, да. А правительство, если узнает заранее, скажем, может оповестить всех жителей того региона, то есть одним кликом кнопки. То есть нажали кнопку, и всем пришло SMS-то, что вот у вас буквально через два часа, через час будет буря или что-то такое. Не, ну даже можно увидеть волков же с космоса и предупредить, что вот они к вам идут там где-то. Ну да, то есть предупреждение государства, именно вот. Тепловизоры, там же все видно. Те же МЧСные, вот эти сообщения и так далее. Я, кстати, видел сегодня Аквас, да, шар японский, да, и там вот этот вшит на уровне, вшитого приложения, вот предупреждение о цунами и так далее. Я понял твою мысль примерно. Ну, а как ты думаешь, при каких условиях вот вообще продвижение вот этих IT-наработок и так далее, и так далее, станет явлением чуть ли не повсеместным, которое формирует вот это. У нас сейчас не такая большая часть населения занято в этой отрасли. Я бы сказал, сегодня уже мы достаточно сделали большой прогресс, скажем, с 2010 года, да, когда наши ребята тут боролись с тем, как бы там создать какое-то приложение, да. На сегодня мы видим такую картину, то, что чуть ли не каждый там студент, вот мы у нас в Арктической инновационной школе есть, в Арктическом инновационном центре есть студенческий бизнес-инкубатор, куда приходят студенты с своими проектами. Орех, который? Орех, который, да. И очень много IT-проектов, то есть практически большинство из них IT-проектов, и все разрабатывают различные приложения. Ну, есть маяк хороший просто, у Шнитки, да? Да. Хороший маяк. Это означает в том, что мы за пять лет, наше общество научилось делать качественные игры, да, то есть или приложения, то есть программировать. И таким же путем мы можем, на мой взгляд, развивать и другие направления, допустим, немаловажная аналитика, допустим, больших данных, да, то есть как раз и опять используя мобильные технологии, то есть те данные, которые мы не можем собрать сейчас, если правительство начнет собирать и научится его анализировать грамотно таким образом, чтобы из этого делать какую-то информацию, то есть из данных информацию, то это было бы очень хорошо. Поддержать на выборах президента США. Мир вообще развивается очень быстро сейчас. Вот мы пока обсуждаем и разговариваем на философские темы, мир сейчас шагнул еще на два шага вперед. То есть здесь опоздать очень легко и быстро. Вот когда вы говорите насчет пяти лет, пять лет произошло не менее десятка технологических эволюций. Пока мы, значит, вот это все обсуждаем и друг другу улыбаемся, мир идет вперед. Ну, вместе с тем, надо сказать, что именно поэтому важна работа над стратегиями и процесс стратегического планирования, потому что это возможность сегодня подумать про завтрашний день. То есть найти те точки опоры сегодня и понять, как мир меняется для того, чтобы обратиться в будущее и в него посмотреть. Я согласен. Только эту стратегию тогда нужно принять дня за три, а потом уже работать, потому что иначе время уходит. Ну, а сейчас есть эти три дня назад. Но стратегия это все-таки согласованность сторон и... Согласие сторон. Согласен, что все счастливы. Вот в стратегии написано, все счастливы, у всех полно денег, все заняты. Это будет все, я за, вперед, пошли, куда дальше. Почему, ну, почему, уже сейчас работает технопарк, да, а IT-парк начинаем уже практически строить. Что нужно? Майтона работает, не знаю. Нет, ну, мне кажется, все-таки технологии, техники, они действительно очень быстро идут, меняются, но где-то человек, может быть, не успевает. И вот как раз в стратегии очень важный момент, что развитие человеческого капитала. Это новый такой термин. И вот если мы будем успевать за развитием техники, тогда будет все нормально. Я понял. Можно ставить вопрос таким образом. Стратегия нужна для того, чтобы завтра не оказаться на задворках цивилизации, да, ну, грубо говоря, отстающим от цивилизации. Через полчаса один. Через полчаса уже. А может, в каких-то позициях надо опережать, наверное, почему нет? Не надо бояться, ставить смелые задачи, решать их. Да, на самом деле, стратегия это, можно сказать, видение, да. И я вот с коллегами тоже разговаривали очень много по этому поводу, в плане того, что насчет общественных обсуждений, да. То есть очень много прошло, и я так думаю, что каждый, наверное, прочитал уже стратегию в плане того, что... Упрощенном виде. Я лично. В любом случае прочитали, увидели, по крайней мере, куда мы идем, да, увидели вектор направления, да, куда нужно стремиться. И действительно... Нет, вектор-то хороший, там, 78 лет жизни, там... Нет, имеется в виду, почему бы... Кто не согласен? Все согласны? Миша, правда. Ну, хорошо же, это замечательно. Да, государство определило приоритеты. Соответственно, дальше это все будет... Вот, а где удочка? А где удочка? Пожарите внимание на будущее время, да? Нет, это все должно выливаться в государственные программы, которые разрабатываются. Ну, я просто технологию рассказываю, да. Вот это и будет удочка, да? А государственные программы, да... Ну, это реперные точки, мы их расставили, там есть механизмы реализации, а к этому будут подтягиваться другие программы. То есть это наши, вот, как бы, к тому, чему мы стремимся, да. Большая картинка. Наши идеальные точки, к которым мы должны идти. А удочка определили, это люди. Удочка, сам человек. Да, сам человек. Если ты хочешь жить лучше, живи лучше. Конечно. Или делай что-нибудь, чтобы жизнь стала лучше. Чтобы твоя жизнь стала лучше. Надо понимать, что будешь... Дорогие собеседники, можно, да, такая ремарка? Я более чем уверен, что сейчас, вот в данный момент, да, какого у нас там, декабря 2016 года, вот штук пять стратегий вот сейчас работает, которые принимались там в двухтысячном, пятом, десятом, еще каком-то году. Они вот реально, эти стратегии были. Они касались и среднего малого предпринимательства, еще чего-то. То есть они есть, эти стратегии, они всегда есть. Их надо принимать, просто надо работать уже дальше, да. То есть их надо притворять в жизнь. Пока мы обсуждаем философию, реально мир уходит вперед. Ну, мы поняли твои мысли. В принципе, да, мы в начале разговора вот касались вот этих 20 лет. Да, я возвращаюсь к реальности, да, вот то, что там мы думаем, да. Я вот отношусь как раз к категории научных работников, которые, может быть, свои задумки не реализуют в своей жизни, я боюсь, да. Вот, ну, время идет очень быстро. И, ну, вот как раз для того, чтобы человек был счастлив, да, своими там, ну, реализовывать свои таланты и так далее, задумки, для этого должно выстроить, ну, как с общим, мы должны, общественники, да, с общей, сделать такую систему, чтобы можно было комфортно, действительно, и инвестиционная система, климат был, и все, чтобы люди понимали, и, ну, так, чтобы можно было реализовать свои идеи и задумки. Вот это, в этом плане надо. В стратегии есть проекты, они там названы, да, они проработаны. Под них уже сейчас создаются проектные офисы, я к тому, что это вот не философия, да, не просто философия, а это все подкреплено уже реальными механизмами. И мы сейчас вот все переходим на проектное управление, мы тоже бы все переходим, но есть вот этот вот вектор и понимание, что это нужно разрабатывать прямо сейчас и начинать работать. Ведь основное в проектном офисе, да, это ведь как раз-таки не в долгосрочной перспективе планы, это как раз-таки в краткосрочной перспективе, правильно я понимаю? То есть это для более оперативного реагирования, скажем, на требования времени, я так понимаю. У нас остается буквально минута, да, и, во-первых, благодарю всех за то, что, ну, по крайней мере, стояли и не молчали, да, и проанонсировать я хочу научно-практическую конференцию, как она называется правильно? Республика Асхай-Якутия 2030-2050, стратегия успеха. Стратегия успеха. Пусть успех сопутствует, вот эти предновогодние дни, пусть успех сопутствует каждому из нас, да, пусть у нас все вот эти показатели нашего, я не знаю, удовлетворения, счастья, преуспевания и так далее будут только на высоте. Я еще раз хотел бы, ну, и общими словами, и все-таки, когда у меня маленький диссонанс, вот этот закон, в виде закона уже будет принят, стратегия, и вот эта лирика, они немножко диссонируют. Надо все-таки уже сейчас начать приземлять, может быть, да, и все-таки призыв такой, когда же мы ожидаем вот эту вот более сжатую версию? Более сжатая версия, ну, я думаю, через месяц. Через месяц. Через месяц уже будет, увидим некого такого брошюра, который «Моральный кодекс строителей коммунизма», к примеру. Примерно. К примеру, утрирую, да. Это была программа «Один из нас», мы сегодня обычным человеческим языком попытались поговорить о стратегии 2030, обсуждение которой, ну, завершается уже и будет принят в виде отдельного документа. Увидимся ровно через неделю.